Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, с которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Марк Голстон с книгой «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров» в комментариях к другим обзорам книг на нашем канале. Вы часто просите обозреть что-нибудь про переговоры, тактику, приемы, уловки, психологию переговоров и тому подобное. Свершилось. Вот оно. И про психологию, и про переговоры, и про Голстона, весьма неординарного дядечку. Психиатр, работающий с людьми, склонными к суициду и насилию, на заре своей карьеры прославился тем, что создавал очень эффективный курс переговорщиков для ФБР и полиции. И, ну, типа таких ситуаций, в которых важна каждая секунда и мгновенная реакция. А потом взял и переквалифицировался в бизнес-тренера с весьма, кстати, впечатляющим послужным списком. Тут и Xerox, и Deutsche Bank, и Bloomberg, и Kodak, и Wells Fargo, и Bank of America. Ну, в общем, должно быть интересно. За окном похолодало, пора переходить на красное ароматное. Сегодня Франция мерло, потому что, как вы помните, нет ничего лучше, чем хорошая книга и вкусное вино. Хотя, наверное, все-таки есть. Это ваши лайки и комменты под этим видео. Если вдруг начнете спускаться вниз, ставить палец вверх, или вниз, но лучше вверх, то на красную кнопку подписаться тоже не забудьте, пожалуйста, незамедлительно. Потому что вы просто обязаны увидеть, как она потом в серый цвет красится после нажатия. Вся книга в паре предложений, эмоций. Краеугольный камень, на котором держится вся переговорная конструкция, одновременно и яд, и лекарства, мощнейшее оружие, которое, между тем, нужно уметь контролировать, вовремя применять и распознавать наличие этого оружия у собеседника. В общем, все-все строится на эмоциях. Может быть, по этому фактам про эмоции в той или иной форме у нас сегодня отведено 4 слайда из 10. Поехали за 600 секунд. Попробуем разобраться в том, как слышать всех окружающих насквозь, если вам это, конечно же, нужно. Преодоление эмоций. Большинство успешных людей, как-то не странно, не руководствуются эмоциями, они руководствуются логикой. Когда вы заходите в переговоры, вы находитесь в состоянии стресса, как бы вы к этим переговорам не были подготовленными. И плохая новость в том, что стресс мешает вам действовать разумно. Под влиянием каких-то сильных эмоций вы начинаете проходить разные стадии мышления, логического мышления, от полного отчаяния до готовности сейчас все взять, развалить и поменять ситуацию. И вместо того, чтобы пытаться побороть эмоции, нужно принять их. Преодоление через принять. Это поможет быстрее восстановить внутренние ресурсы и приступить к действиям. Пройти вот этот вот ужас перед стартом и начать переговариваться. В самом начале, кроме всего прочего, постарайтесь не делать поспешные выводы. В этом заключается второй факт из книги. Потому что первое впечатление часто ошибочно. Голстон говорит нам, что вы должны хорошо изучить собеседника перед тем, как делать выводы. И это важно сделать, потому что по-настоящему понять человека можно только, если вы поставите себя на его место, проанализируете, что им движет, какие мотивы его поведения и так дальше. Потому что умение слушать вам как раз вот в этом и заключается в том, чтобы уметь анализировать истинные мотивы, которые движут вашим собеседникам. Тому, как правильно готовиться к переговорам и как начинать их, нас учил еще Нил Рэкхэм, если помните, в книге «Спин продажи». Ссылка на обзор, который тоже уже расположилась в описании к этому ролику. И вот эти все подготовки вам нужны не только для того, чтобы не делать поспешных выводов, но и для того, чтобы установить эмоциональную взаимосвязь. Потому что общие интересы, страхи, волнения, это все сближает людей. И если вы уделяете внимание чувствам собеседника и делаете это искренне, то вам воздастся стариться. И прежде чем просить, требовать, выказывать какие-то вещи, которые вы хотите, чтобы собеседник вам отдал, проявите сопереживание. Вот покажите, что вам не безразлично, какие эмоции, по-настоящему не безразлично, какие эмоции испытывает человек. Это так называемая эмпатия, мы про нее там еще будем в следующих слайдах говорить. В общем, это сделать можно легко с помощью наводящих вопросов. И благодаря этому вы сможете уточнить, в каком вообще настроении находится собеседник, что его волнует, как вы можете помочь ему исправить положение, если что-то с его эмоциональным состоянием не так. И в каком состоянии вообще он заходит в переговоры. Потому что это все, это дорожная карта по дальнейшим вашим действиям. Но это все не будет работать, если вы будете это делать как чек-лист или как просто какие-то заповеди из книги. Вам это нужно делать абсолютно искренне. Проявление интереса это один из фактов из книги, который говорит нам о том, что в этом смысле по логике причинно-следственных связей, кстати, слайды должны были быть поменены местами. То есть сначала у вас должно было быть проявление интереса, на основе которого уже выстраивается взаимосвязь. Но по значимости, наверное, эмоциональная взаимосвязь важнее, чем то, как вы проявите интерес. В общем, пытаясь привлечь внимание, мы часто говорим о себе и не слышим окружающих. И чтобы добиться расположения, нужно сделать так, чтобы собеседник чувствовал себя важным, важнее, чем вы. Задавайте больше вопросов, формулируйте утверждения на основе ответов, которые вы получаете на эти вопросы. Перефразируйте их, подстраивайтесь. Ну это, в общем, все классические вещи, про которые когда-то писал Карнеги. Это все для того, чтобы понять, что ценность окружающих, она важна, потому что, как мы уже начали говорить в четвертом факте, каждый из нас хочет почувствовать себя значимым. И искренне демонстрируя собеседнику, что вы его цените, вы как бы прокладываете дорожку к доверительным отношениям. Потому что оппонент, если вы расцениваете человека, который зашел с вами в переговоры как оппонента, может вызывать у вас антипатию своим поведением. Но важно понимать, что это не просто его блажь, прихоти, или вот он такой, а у него на это есть какие-то веские причины. Как только вы начнете проявлять интерес, устанавливать эмоциональную взаимосвязь и ценить его даже таким, подарив ему частичку тепла, вы сможете завоевать его расположение, и сможете завоевать расположение вообще любого, даже самого угрюмого и неприверливого человека. Но важно, чтобы вы смогли найти вот те связующие нити, потому что если вы будете это делать, ну просто потому что вам нужна его подпись на договоре, то рано или поздно он это почувствует, и в общем-то ничего из этого не выйдет. Вот эти два-три даже последних слайда, это вечный Дейл Карнеги, книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» с его постулатами о умении слушать, слышать и ценить окружающих. Власть эмоций. Шестой факт из книги говорит нам о том, что трудности сложно преодолевать в одиночестве, и поэтому мы склонны прятать эмоции, и это замкнутый круг. Мы прячем эмоции, из-за этого нарастает внутреннее напряжение, мы не хотим его показывать, ещё сильнее пытаемся себя загнать в этот порочный круг. И в общем, если вы видите, что такое происходит, помогите справиться с властью эмоций вашему собеседнику, помогите избавиться ему от груза мыслей и высказать всё, что у него наболело. Не перебивайте, не старайтесь привести в пример ещё свою историю какую-то, которая будет ему вроде бы как помочь, помогать. Ну, ваша цель – выслушать. Потому что в этот момент вы освобождаете его глубинные переживания, и человек испытывает облегчение, и в спокойном состоянии можно приступать уже к конструктивному диалогу. Мы в первом слайде говорили о том, что эмоции нужно преодолевать. В третьем слайде мы говорили, что на основе эмоций нужно устанавливать взаимосвязь, а сейчас вот в шестом докатились до того, что они всевластны. И это ещё раз подчёркивает, что на разных этапах переговоров, как со своими эмоциями, так и с эмоциями собеседника, нужно уметь работать по-разному, и уметь распознавать вот эти разные состояния, чтобы применять разные инструменты. И в этом нет никакого противоречия. И седьмой факт из книги говорит нам о том, что нет противоречия. Ваши представления о себе могут не совпадать с тем, что о вас думают окружающие. Точно так же то, что вы думаете о вашем визави на переговорах, может не совпадать с тем, что он думает о себе. И любая попытка доказать правоту или продемонстрировать интеллект могут восприниматься с неправильным посылом. Для того, чтобы найти общий язык с людьми, вы должны знать, что они думают, ну или хотя бы догадываться, понимать, в каком направлении они думают. Попросить оценку со стороны можно у родственников, близких или друзей этого человека. Они, ну или себя самого, вам укажут на несовершенство, над которыми стоит поработать. А для оценки профессиональной деятельности отлично подходят опросы. Ну, ответы сотрудников помогут руководителю получить полезные сведения. И я в рамках этого факта, когда уже готовил презентацию, вспомнил, что совсем недавно, не в книге, но вот случайно прочитал одну интересную штуку, что в 21 веке, если вы хотите понять, чем живет человек, вам нужно завести два аккаунта абсолютно пустых, незаполненных, новых на Инстаграме и на Ютубе. И подписаться на Инстаграме на то, на все, на что подписан этот человек, на те аккаунты, на которые он подписан, и на Ютубе, на те каналы, на которые подписан человек. И дальше, в течение двух недель, просто жить по факту его жизнью, следя за лентой тех людей, на кого он подписан, и смотря те видео на каналы, на которые он подписан. Я вас уверяю, что синхронизация потом и познание вот этого человека через какой-то промежуток времени будет максимально большим, потому что в Инстаграме и в Ютубе мы сейчас проводим 80% нашего свободного времени. Когда у вас будут эти знания, помните, что отсутствие фальши решает. Честные люди вызывают доверие. По мнению Голстона, откровенность можно и нужно развивать, и поэтому писатель призывает нас открыто признавать свои ошибки, делиться эмоциональными переживаниями, высказывать опасения. В общем, все то, что мы называем эмоциональным интеллектом, и чему так много посвящаем нашего внимания в блоге «Читай быстро». Слабости есть у всех. Пряча их внутри, вы переходите к нервному срыву, тот самый порочный круг, не выпускаете их, из-за этого страдаете еще больше, и усиливаете вот это вот свое тревожное ощущение. Демонстрация уязвимости способна сыграть вам во благо. Вы получаете моральную поддержку, предложение помощи и осознание вашим собеседникам того, что вы обычный человек со своими страхами, переживаниями, такой же, как и он сам. Формируйте окружение свое без негатива, потому что честные люди вызывают доверие. Ой, потому что Марк советует общаться с позитивными личностями и тем самым убирать из своего окружения негатив. Потому что конфликтные, завистливые, эгоистичные, всякие разные не очень приятные персонажи, которые, кстати, иногда и в комментариях на YouTube-каналах всяких бывают, они забирают энергию. И самой опасной категорией автор называет вот этих скрытых и активных психопатов, а он, как мы помним из подводки к книге, имеет опыт общения с такими людьми. Скрытые и активные психопаты отличаются тем, что они не думают о чувствах других, они категорически эгоисты, им важно только то, что происходит в их жизни. Поэтому формируйте круг общения из приветливых, дружелюбных, отзывчивых людей, убирайте оттуда эгоистов болезненных, вот таких, которые прям до патологии доходят, и формируйте плацдарм для эмпатического удара. Десятый факт – решение конфликтов с помощью эмпатического удара. Это очень, конечно, один из моих самых любимых, наверное, фактов из этой книги. Если учесть, что книга вся очень такая легкая, про эмоции, про привязанность, и, собственно, про эмпатию в рамках переговоров, то вот эмпатический удар – это такой оксюмарон, который, ну, вроде бы как предполагается, что эмпатия – это что-то, что должно вызвать дружелюбие и обнимашки, а эмпатический удар – это то, что решит ваш конфликт. В общем, суть такая. Любые конфликтные ситуации решайте методом удара и используйте его двумя способами. Первый – можете поменяться местами с оппонентом и попытаться разобраться в его мыслях, и потом нанести этот удар, ну, типа, обнять его очень-очень сильно. А второй заключается в том, чтобы переключить внимание собеседника на его возможности. Голлман приводит в книге некоторое количество примеров жизненных, когда сталкивается там разработчик и менеджер проекта, и они друг на друга бухтят, а он потом обнимает их всех вербально, словами, то есть по очереди, задавая одни вопросы одному, другие другому, подчеркивая их значимость и сопереживая в этих вопросах, и вся проблема тут же решается, конфликт уходит. Потому что эмпатия, говорит Голлман, это сенсорное переживание, и оно активизирует сенсорную часть нашей нервной системы, куда входят зеркальные нейроны. А в противоположность эмпатии гнев – это не сенсорная какая-то история, а моторное действие. И обычно моторное действие – это реакция на какой-то вред, ущерб, мнимый, настоящий, ожидаемый, реальный, ну, то есть со стороны другого человека. И поэтому эмпатический удар, он как бы переключает мозг человека из моторного состояния гнева в сенсорное, в состояние вот этих вот зеркальных нейронов и в состояние эмпатического поведения. Чего вам только и нужно, чтобы конструктивно завершить переговоры. Все друг друга любят, обнимаются и целуются. Ну, понятное дело, это все лежит за пределами смысловой части переговоров. То есть, если вы зашли в какие-то очень жесткие переговоры там со страшной историей, с непонятным бэкграундом, из которых выбраться бы живыми, а не петь песни в ресторане по итогу, то тут эмпатический удар, конечно, и вся история про эмоции, она уже вторична. Но если у вас достаточно сильная переговорная позиция, то с помощью Голлмана и книги «Я слышу вас насквозь» можно ее еще сделать более сильной, а людей, которые сели с вами за один стол переговоров, сделать друзьями на будущее. Вот такие вот быстрые 10 фактов. Три задачи. Букнот. Все наверняка про него уже знаете. Если вдруг не знаете, идите, пожалуйста, на сайт буквы.инфо.блок.букнот. Там будет все написано. Если в двух словах, это лучший подарок для любителя нонфикшн-литературы. Да и, наверное, любой. Ну, просто из художественной редко мы выписываем факты и задачи, а вот из нонфикшн-литературы всегда нужно выписывать основные факты и на основании этих фактов формировать задачи, измеряемые, понятные по смарту, по возможности. В общем, те вещи, которые вы пойдете и сделаете, чтобы вы стали лучше, жизнь ваша стала лучше, бизнес ваш стал лучше, отношения с партнерами стали лучше и так дальше. Если нет букнота, можно это делать где угодно. На обоях, в тетрадке, на телефоне. В общем, где придет вам мысль какая-то из книги в голову, там ее и записывайте. Но обязательно это делайте, потому что это тоже про нейронные связи и про то, что мозг откладывает информацию из оперативной памяти, когда знает, что она структурирована и записана. Я вот только что бухтел про смарт, но три задачи из этой книги вовсе не по смарту были записаны. Задача первой – эмоции, контролировать свои. Вторая задача – эмоции, синхронизировать с собеседником. И третья задача – эмоции, уважать и сопереживать, чтобы не пришлось применять эмпатический удар. Мне кажется, что Голлман именно про это нам и хотел сказать в своей книге. Что я его Голлманом называю? Он Голлстон. В книге «Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров» Марк Голлстон. И хотел нам сказать, что эмоции, эмоции, эмоции. Как учиться, учиться и еще раз учиться. Таким вот был быстрый Голлстон. Таким был проект «Читать быстро. Буква.инфо» на этой неделе. Проверяйте скорость чтения, если вдруг еще этого не сделали. Буква.инфо. «Слэш рапид». Тренируйте его, отвечайте на вопросы, увеличивайте осознанность этого чтения, доводите до 100%, получайте сертификат, делитесь с друзьями и так дальше. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не покрасили кнопку в серый цвет. Самое время, вот прямо сейчас, это сделать. Будущее поколение будут вам за это благодарны. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, куча всякой полезной информации про софт-скиллы, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент и всякие мнемоники. Этого у нас все в блоге. Тоже, пожалуйста, приходите, добавляйте в закладки, читайте, задавайте вопросы, комментируйте, соглашайтесь, спорьте, дискутируйте. Инстаграм.буква.инфо. Давненько там ничего не было, но обязательно любителям визуального контента незамедлительно подписаться. Увидимся через неделю. Новый я, новые вы, новое вино, новая книга, новое все. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам вечера. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok